Девушки отдыхают... Это король гусей. Его скушает сам губернатор. Значит, барышня опять была на реке? Ага, на птичьем дворе. А, на птичьем дворе, значит, ниже, по течению. А не наверху, где известные барышни? Ну, вы вникет, я бы в этом подострою пылью. Твою пылью за ночь, ками для меня! Михаил — это всё! Всё про Михаила! Ты слышал? Брат Казбеки поздравил нас с праздником. Очень мило. Но, по-моему, внуке этой ночью не было до речи. А где был брат Казбеки, там жёл в доме. Ну, изволь же, не гордиться. Из дворца твоего глядят на тебя враги. Никаких зодчик тебе не нужно, а нужен могильщик. Ты едешь не в новый дворец, в продолговатую узкую яму. Мой долг, как бы не так, это ваш долг. Никаких, кто сегодня ухаживает за ребёнком, вы или я? Дорогой Михаила Лаца, неужели вы считаете, что я из-за какого-то мальчишки задержусь в этом доме? Вы изменяете своему долгу. Что? Какой там долг? Долг? Долг врача. В столице видели на небе комету с красным хвостом. А это, к несчастью. Несите всё назад, на третий борт. Помогите уложить вещи. Нас есть время вечера. Раньше солдаты не напьются. А может, они ещё не бухтовались? Да. Говорят, дворцовая стража уже выкакала. Да. Вот ты где, груша. Что собираешься делать? Ничего, вон, на худой конец у меня в горах я избрана, Брата хозяйства. А с тобой что будет? Да за мной ничего не будет. Грушева Хнадзе. Твой вопрос насчёт моих планов радует моё сердце. Меня назначили сопровождать жену губернатора, Нателлу Абашин. А почему же к вам никто не выходит? А где кровати? А где кровати? Где кровати? Кровати нет. То другое, если длинные мешки. Придётся вам самим устраиваться. Сейчас спасибо скажите, что вас в землю не уложили. Я достаю, опять я вставлю вопрог. Попрошу друзей смотреть за нею Сладкий фонгар, вернусь за детскую смею. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Хороший солдат, при этом дело душой в детстве, За начальника он пойдет и в огонь в воду, Угасающим взглядом он еще успевает Поревать одобрительный кивок с полевой фрейтора. Другой награды ему и не надо. ПЕСНЯ Прошу вас на целом, ваши люди, Вы сдержат со всякой вороны оскорбительных выражений, Пока мы не устареемся с ним вести. Князь назначил новую судью И избавил вас от того негодяя, Забивавшего ныне этот волос. Прошу вас. Ее милость давно бы вцепилась в тебе в волосы, Если бы не знала, что Астак всегда на стороне простонародья. Он человека определяет по лицу! Тащи его сюда! Смехотворное дело, ваша милость. Противная сторона похитила ребенка и отказывается возвращать его матери. Весьма привлекательная особа. Открываю заседание и я требую от вас полнейшей правдивости. Особенно от тебя. Высокий суд. В народе говорят, Кровь гуще воды. Это старая мудрость. Суд желает узнать, какой гонорар назначен адвокатом. Простите, что вы их будем сказать?